Здарова народ! Был тут недавно у меня ролик, посвященный автомату АК-74, но мы толком-то и не затронули тему АК-74М и АК-74Н, поэтому в этом видео рассмотрим топовые сборки на два этих автомата и определимся, а есть ли существенная разница между ними. По поводу подобной сборки, просто посмотрите первое видео, ссылочку я оставлю в описании, там я собираю АК-74, до таких же параметров как и в этом ролике, все подробно, поэтапно, с комментариями, покупками на барахолке, закупкой самого автомата, ну и так далее, ссылочка будет в описании, кому это необходимо, советую перейти и посмотреть. Сейчас же я уже собрал для вас топовые версии этих автоматов и справедливости ради хотел бы подметить, что сборки можно немного подогнать под себя, прибавить или убавить эргономику, подставить любые прицелы и обоймы и безусловно добавить какое-либо навесное оборудование. В этом случае показатели относительно эргономики будут изменены, а также может быть и поменяется вертикальная и горизонтальная отдача. Стоит добавить, что собрать подобную сборку вы можете за 150 тысяч, без учета патронов, магазинов и прицелов, угодных вам. Но только в том случае, если у вас открыты торговцы и большая часть комплектующих будет закуплена у них, в противном случае цена может значительно быть дороже и соответственно она будет отличаться. Итак, к сравнению, для начала рассмотрим сборки АК-74 и АК-74Н. Это два предельно похожих автомата, с крайне близкими характеристиками, как вы видите. У АК-74Н мне удалось сделать 43 единицы вертикальной отдачи, но за счет потери сразу же 18 единиц эргономики. Сейчас я покажу вам, как этого можно достичь. Значит, переходим в сборку данного автомата. У меня уже топовая сборка. Что здесь стоит поменять, для того, чтобы здесь было не 45 единиц вертикальной отдачи, а 43? Первое. Меняем приклад Жуков на переходник МЕ для АК. Далее, добавляем сюда трубу приклада Кросхайр Гидравлик. Далее, на нее устанавливаем уже приклад. Называется он Презишн. Презишн, что-то вроде этого. И получаем 43 единицы вертикальной отдачи. Может быть, кому-то даже подобная конфигурация подойдет. Вы можете установить сюда какую-нибудь обойму на 30 патронов. Прицел по типу ПК-06. И у вас будет вполне себе играбельный 47 эргономики. И вертикальная отдача будет 43. Что вполне себе как бы юзабельный, играбельный и так далее. То есть, возможно, кому-то понравится больше такой вариант. Я же считаю, что все-таки эталонная версия данных пушек это вот такая. 45 единиц вертикальной отдачи и 67 и 68 эргономики соответственно. Что же касается АК-74М. По всем параметрам он слегка уступает. Проигрывая незначительное количество пунктов эргономики и вертикальной и горизонтальной отдачи. Единственный его плюс – чуть более высокая начальная скорость пули. В остальном же смысл собирать именно его не особо много. Но и справедливость ради, отличаться он будет не слишком-то и сильно. В результате, хотелось бы отметить, что все представленные автоматы в подобной сборке становятся играбельными. И довольно бюджетными, в случае опять же открытых торговцев. Патроны также чуть более доступны, нежели 5.56. Особенно в исполнении 95 патронов. Также хочу отметить, вряд ли вы будете при одинаковом уровне игры достойно конкурировать с той же ХК, например. Более высокая скорострельность ХК позволит наносить более высокий урон в единицу времени. И шансы при таком раскладе вас перестрелять в большинстве случаев будут оставаться за игроком с ХК. Поэтому на какой-то киберспорт, может, данные автоматы серии АК и не претендуют. Но побегать, поформить карты по типу таможни, перевернуть с ног на голову завод – они вполне годятся. Да и содержание АК все же на порядок дешевле обходится. А шанс повесить голову кого угодно у вас все еще также имеется. Думаю, многим из вас данные пушки придутся по нраву. Напоследок хочу показать вам пару своих не лучших рейдов с данными автоматами. Спасибо за просмотр, друзья. Ну, сука, где вы лазите? Бля, мне жутко бесит, какая игра заставляет меня двигаться, на... Я говорю, гоу посидим, блядь. Ух, сука. Тихо. Лазерная указка в деле, блядь. Я говорю, я с ней заигрываюсь. Ну, типа, нахуй мне сейчас лазерную указку вот была нужна, по большому счету. Ну, абсолютно бесполезная хрень, согласны? Давай постреляем с лазерной указки, естественно, блядь. Ее же очень охуенно видно на улице, на солнце. Надо обязательно и воспользоваться прямо сейчас, блядь. Хотя... По качеству стрельбы... Плюс-минус, походу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подохнешь сегодня, блядь. Блядь, стрелок я просто, понимаешь, какой вы шлепанский. Мама моя, блядь. Стыдно это транслировать, ребята, блядь. Че, пойдем наряды примерять новые? Как думаете, после такого количества шума, насколько безопасно все это лутать? Я думаю, где-то на 100% безопасно. Ну, примерно, блядь, плюс-минус. По всем злачным. Здорово, 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 здорово. Чуть заболел, что-то быстро, да? Да какой бод, блядь. Там 2 ЧВКшника было. Вот это, блядь, шимпанзе и баны, они вместе бегают просто. Я убиваю вот этого, а там еще вдали кто-то был. Я просто направление стрельбы по мне понял. А, блядь, где он точно, я его не видел, естественно. Я туда-куда-то просто пострелял, как бы, и уже понял, что сейчас мне... Ну, самому шкуру вывернут, короче, и его пришлось сваливать. Это еще сейчас за слишком сексуальный контент. Этих в голову всех, в голову, в голову. Ну, такое, да, блядь, по левелу. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подушу. Да, вот это действительно не скучно. Субтитры сделал DimaTorzok Прекратить огонь! Не стрелять! Прекратить огонь! Не стрелять! Пошел нахуй, блядь! Ух, блядь! Не знаю насчет того, собирался ли он не стрелять. Блядь! Или не собирался он не стрелять. Не имею представления. Если б меня убили в такой ситуации, где я кому-то доверился, блядь! Блядь! Я бы себя таким Степкой чувствовал. Ну вот этот пацан не стрелять! Не стрелять! Ну с хуя ли я должен верить ему, блядь! Кто он такой? Первый раз в жизни вижу, блядь, не стрелять! Если видео понравилось, ставь лайк! Подписывайся на канал! Я еще стримлю на Твиче довольно часто! Сейчас хочу как-то более налегать на Ютуб, но тем не менее, если есть какие-то ко мне вопросы, есть желание со мной как-то онлайн пообщаться, можешь залетать на Твич, ссылка будет в описании. Спрашивать там что-то, общаться и так далее. Удачи!